всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно буди ладно буди enter и сегодня мы делаем обзор на карту nsc 06 это как 3 карта из 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 них саммеркапов до 33 на этом году до завершающий раунд который определит определил уже точнее победителей в общей сумме очков проходил он с 5 до 12 августа вот он буквально вчера закончится результаты тоже буквально вчера появились уже ночью ночью мы записывать не стали потому что потому что мы тоже люди эндер копал грядки буди работал и начнем с осмотра этой карты выглядит в принципе неплохо такие черные такие черно-белые облака да облака кстати классно да то есть домики такие построенные кирпичные выглядит классно здесь даже бортик есть кошки которые не непрозрачные но ладно что поделать воду вазим там люди были в окошках водичка двигающийся причем классные всякие такие типа камешки так я смогу обойти это все по по кругу не знаю а вода это килл да да я помню я боюсь запрыгать да вроде все обходится и здесь ничего интересного в принципе нет а получается весь экшен на карте будет происходить с правой стороны получается как появляешься левая сторона по сути бесполезно можно было вообще сделать стену и так и под декор можем заметить то что когда я появляюсь на карте меня тут же дамажит на 98 т.п. мне остается 1 т.п. в онлайне конечно это бывали баги то что если два человека на время появляется может одного не продамажить но то есть но это в принципе мало помогает потому что здесь основная идея карты в том чтобы собирать эту хилки но не вот эти вообще разные это делка дает мне один хп и у меня справа внизу вот можете видеть как показать видно то что здесь 11 мне фраг дали из 50 всего нужно 50 фрагов набрать вот это 50 это много ну то есть если но это не надо то в 50 этих килог подбирать вы не будете если что но будем искать эти хилки везде но начнем с самого начала здесь есть два три 4 5 маленький хилок по одному хп который находится на дорожке ну сразу проспойлерю вот здесь вот находится финиш вот этой вот вот 45 морфраг снега то есть нам нужно еще найти где-то 45 фрагов это фраги по научному когда это фраги по идее если так так открылась здесь у нас принципе ничего нет здесь ничего здесь дверь открывается и закрывается мгновенно причем так она меня не убьет обратную сторону не открывая не она меня заперла здесь здесь еще одна дверь которая открывается до ножа она меня уже триггером сейчас мне интересно на меня я боюсь она меня все таки убьет если я быстро прыгну я не пробовал не она дамажит конкретную а не стал еще разок ну для тех кто понимает в макростроении это нету таких вот наполовину двигающихся триггеров это здесь две двери одна из пола вылезает а вторая убирается по моему пол то есть выглядит вот так вот как открывается мгновенно а еще вот это тоже здесь комната который серьезно серьезно то есть одна уходит вниз а другая поднимается наверно просто не очень быстро двигается я думал открывается дверь вот или как бы шейдер гонок просто в квейке нету таких полу двигающихся этих возможно есть там какие-то хитро хитро молодец так дальше я заметила здесь отхилку желтенькую же она дает целых 5 я подала и берет 5 фрагов 5 фрагов наверху здесь ничего не то надо было сразу наверху сначала пробежаться наверно но еще одна кстати как еще одной видим скалу по которой можно подскользить еще одну сзади кстати сзади видим того вот она висит и сейчас еще проверяем там еще одна но я сначала вот побегу вот здесь вот видимо проход какой то есть и 10 подъем наверх вот как и тавов мы уже нашли сколько у нас 15 сейчас я поздно и вот эти все которые вижу а потом уже посмотрим через можно с ним и сделать ну давай так 25 же уже три минуты энтерселисовая скрупулезно так я смогу опа еще одна еще одна где где в домике где ты стоишь тоже забрал так танцы домики еще одна 35 хорошо здесь есть на верху обиданка наверху 1 аппетинка дает 50 кп до вроде бы мог это да вот здесь кстати можно по бортику залезать но это для вы кутри и даем 10 уже да это 10 то есть зелененький дает по одному желтенький по 5 вот оранжевая дает 10 вот там еще есть кстати мега вон то дает я не буду здесь или попрыгать что ли попробовать здесь туда емко может получиться ну попробуй как всегда это здесь 65 то есть дали 20 20 фрагов и 20 кп дали у меня сейчас 66 кп и здесь вроде все что я вижу собрали вот здесь еще домик есть я здесь открываю чего еще 10 10 кп 75 2 10 закрыты а на старте кстати дают дробовик он есть да да я потратил один патрон и один еще остался и еще один есть сейчас я все-таки покажу как добираться до туда здесь ничего нет здесь кстати вот сюда можно прыгать было до 100 домика получается две пятерки тут рядышка получается я надеюсь я не упал и не умру ну за не успел в общем сейчас попробую просто так было 75 до 75 будет считать ну что да я я за я разучился по стенке прыгать я забыл как это делается нужно вроде бы сейчас прям с уголка можно и нужно смотреть сначала и тут сюда потом вроде вот сюда куда-то ну засыпать так ладно ну у тебя но клип там если что есть я я промазал мимо кнопки в общем для тех кто хорошо встретиться можно прямо вот здесь вот после подбора хилки сразу разворачиваться прыгать туда для тех кто не выложились от можно прыжок лишний сделать да но такой вот момент на карте что даже enter как у второго много опыта который встретит их хорошо появляются проблемы с подбором вот ну залетом сюда и здесь у нас еще 20 и того получается 95 было 75 8 до 95 то есть и ну ладно сейчас я еще покажу вам потом эту хилку а блин ну какой цирку снег держит но он сохранен вот здесь и когда я лучше без без сюда прыгнусь что такое я проветрозащился точнее я перепрыгнул все что можно я слишком хороший здесь очень неудобное место потому что вот это вот рампочка она внутри вообще очень не удобно взять и вот это вот сказать скользко скользкие доски которые это не слиг это просто получается наклонная до больше чем 40 градусов они наклонены и вот еще кстати вот они 5 последний и того 100 получается всего 100 прагов на карте и 50 из них там нужно мне дали тридера быка и вот кнопка если у нее стрель на дверь открывается не она кстати вот от того что я близко подхожу не открывается ну да то есть отсюда либо бежать вниз обратно либо стрелять чем-нибудь вот сюда и выбегать пока она еще не закрылась ну и в принципе все хилки которые здесь надеюсь на карте мы сейчас подобрали они все нет ни до 105 лучше вот еще на есть и это подбирал все здесь чуть больше даже 100 110 получается и вот вот а всего нам нужно 65 по моему 50 15 до всего нужно 50 фрагов даже что-то вниз не посмотрел в итоге для разных физик и для разных в общем нужно долго мучиться чтобы найти правильную дорожку чтобы взять те хилки которые вам нужны чтобы получилось 50 хп и быстро добежать до финиша вначале мы играли в ваку-3 я сейчас ваку-3 дорожку покажу который мы тут находили она не очень сложная первые мои мысли были брать вот эту нижнюю у нас 5 получается потом отсюда кстати прыгать брать 1 заново начал покажу просто пару дорожек и которые мы тут находили по крайней мере дорожки искали чего ваку-3 здесь куча народ я искал еще кто-то здесь прыгал даже теперь начали так таким блин подземная дорожка проходили то есть меня был 25 после выхода на наружу у меня ну 25 получается так вылезали мы там наверху не от низу вылезали даже где вот тут вот куда смотришь что-то а вот вот здесь вот сюда давай вылезаем адрес 25 прыгаем сюда берем 30 потом прыгаем вот сюда за этой вот хилки я и показывал добрый показал здесь нам еще 10 дают получается 40 и потом можно не знаю стрейфом просто пропрыгать я вот эту хилку а точнее 45 и вот это плюс это 50 вроде бы так и на финишных да и но у меня сейчас нет не получится финишировать у меня были варианты прохождения через верх но они прям вообще не очень интересные то есть я пробовал залезать и пробовал то проходить пытался я пробовал через эту дорожку проходить то есть здесь делать дабл джамп отбирать вот эту хилку потом брать желтую там делать дабл джамп распрыжку брать синюю и потом куда-то бежать еще что-то собирать в общем здесь очень много дорожек все они разные руку 3 принципе которые дорожка сейчас показал она наверное является самый быстрый но надо будет до самого оптимальная потому что вы ку-3 к сожалению нельзя вот тут взять хилку она только все пьем за божьим помогли с удаляется вот если было можно было бы круто еще делал я здесь как-то залезал наверх или внизу пропрыгивал и ладно в общем в идеале давай давай покажи ты может покажешь ну не знаю но вы ку-3 в принципе если продолжать тему вы ку-3 то было да все примерно вы ку-3 ну в общем да вылазим отсюда тут у нас получается 25 как и осталось и сюда многие кто вы ку-3 играл сочли медленным сюда залазить можно брать верхней еще кстати да можно делать в общем сюда залетать делать один circle делать сорта вот сюда и вот тут вот очень сложно получалось потому что можно до втыкаться можно я втыкался в общем именно вот не сюда а вот вот сюда вот видимо там немножко текстуры кривая я как-то 3 прям четко пытался ладно мне везет не 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 я прям вот запрыгивал и втыкался и упирался в эту текстуру но видимо текстуры кривая и вот тут крыша тоже это не совсем удобно потому что при прыжке я просто ну стопить будет и ты в итоге ничего не делаешь тем более вы ку-3 когда нету air-контроля это очень тяжело в общем-то прыгаем стараемся дальше сюда диагонально бьемся об эту крышу и дальше как по накатанной стрейфим ту сторону запрыгивая на этот бортик что тоже не всегда легко получалось здесь запрыгиваем окно с окна тоже надо делать полу-серкал сюда то есть нот именно вторая часть она очень техничная получать здесь все как и завещал ник доходим до двери финиша до финиша до это был самый быстрый быстрее я даже не знаю что можно вы кудри придумать он ну более-менее сбалансированный был в цпм давай сейчас скажу пару мест радианте буквально пока ты не начал все это показывать так bs экран вот мы видите мой экран и сейчас я смотрю на эту хилку в которых проходе на является то есть мы вот здесь отлетим прыгаем здесь кстати выступ который вроде как срезается но клип квадратный хорошо здесь он кстати на всех квадратные что является большим плюсом нельзя свалиться и вот это вот хит хилка который здесь висит это есть триггер у которого white минус один то есть к сожалению если кто пытался два раза подобрать то второй раз не получится больше триггер не для второй раз я думаю там берешь пола половина людей сердце еще два раза можно ну к сожалению а так идея очень даже хорошая для более внимательных людей но кто-то может даже запрестил здесь принципе подъем наверх ничего интересного везде куча клипов куча всякого вот она кнопка которая должна открывать вот эти двери которые 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 вот одна дверь внизу и 2 наверху одна внизу езжай старая наверху езжает и что еще показать еще покажу старт наверное на гернат да он вот так вот такой коробкой устроен то есть его прыгнуть как-то вылезти из него не получится то есть вот с этих сторон и вот к сожалению его никак не войти интересного здесь принципе финиш тоже растянут до потолка и все остальное просто висит в воздухе и дверь открывается с помощью триггеров то есть вот эта дверь с помощью такого большого триггера вот эта дверь тоже с помощью триггера но в общем в основном все триггерами чтобы не люди не втыкались и очень быстро не открываются так возвращаемся к нашему дефрагу так ты я вижу что ты пытаешься куда-то залезть но я так и балусь ну тут да получается я самом начале думал как бы мне обойти этот старт да тут мы сразу наблюдаем что начинается он никакого там беседа сделать нельзя даже если ну не то чтобы для варкапа просто в онлайне туда можно запрыгнуть забыл жампа и отсюда так как триггер по верху тоже сделан при прыжке цепляешь головой что не доцепляешь голову а кстати если а ну толку нет даже если сядешь сверху и с низ по бокам ты его никак не получится только снизу ну там там kills ну кстати вниз падаешь то триггер не цепляются а если как-то заступом тут облететь вот так нет он вот на твоей высоте находится как ты там нас за что заступать не будешь ну в общем то ладно ну cpm не будем значит показывать вообще все варианты покажем основные то что находил я то что находили коллеги первый это залет сюда то есть начинаем с этой стороны берем вот эту пятерку мы при этом у нас сразу же несколько есть потому что мы там собираем да но это не так важно да но это не так важно берем эту пятерку прыгаем сюда на бочки с бочек прыгаем сюда я потом побыстрее поставить показать отсюда делаем дабл джамп абортик берем 50 ну точнее 10 получается уже 20 дальше делаем дабл джамп с крыши берем мигу получается у нас 40 и нам нужны еще две птички это а вот как раз мы берем три в начале это помогут я вчера эту дорожку с жаном мы придумывали я тесте то есть мы берем начале 3 прыгаем на дабл джамп берем 5 у нас получается и берем еще 5 у нас 12 берем 10 у нас 22 делаем дабл джамп берем мигу у нас 42 делаем отсюда сразу снеги прыгаем на этот же бортик берем вот эту у нас 28 48 до 40 до 48 и отсюда прыгаем дальше по крыше сюда и берем вот эти две и финишируем то есть план был такой он это может стать усовершенственная дорожка которая видел у пикачу но пикачу немножко по-другому это сидел не хватит важные штуки 1 хит да да я вот и сразу на просто ну а ну да это нормально делаем 3 берем или делаем делаем дабл джамп делаем дабл джамп чтобы сегодня у нас центром нет не стрейкится в общем-то берем мигу нет у меня пинда на 4 как у тебя сделай нет я честный в общем-то берем 5 идем сюда берем полпоз точнее берем 10 так и чердин нет я хотел ноги для биндов ты у меня кнопок на субботу нету берем значит на скорости здесь у нас примерно 700 упсов берем мигу отсюда разворачиваемся сюда берем эту и берем вот эти вот две получается 50 и собственно финишируем по времени это получалось ну 17 с половиной где-то это очень медленно и в общем-то вариаций там много как чего собирать можно допустим не собирать тети собирать дополнительно 5 другом месте и основная дорожка которую я можно сказать в первый день нашел ну прям зажим 10 это вот такое вот изящество то есть мы сразу делаем за буржан сразу залетаем в эту зону где у нас рыбе всю эту трубу которая на дымоход берем вот 5 до 10 он прыгает берем 5 дальше идем на 20 ой на 10 получается у нас 15 далее мы идем сразу на веку получается 40 5 10 15 2 35 а 35 до скатываемся очень важно там не делать джамп потому что это лишнее время то есть мы делаем дабл джамп просто в полете забираем мигу спускаемся сразу по склону на эти 5 у нас получается 40 45 до 40 стрейфинг здесь про это можно будет отдельно учет здесь стрейфинг здесь делаем джамп на вот этой наклонной залетаем в окно и собственно там берем вот эти недостающие да и финишеры это оказался самый быстрый принципе путь из всех и еще хотелось бы обратить внимание пока я здесь что вся карта в ноу об текстуре то есть сделать также стики возьми плазму поймать где-то случайно об у нас не получится он не получился и видимо для вы кутри но как я узнал потом уже не жан просветил что вы кутри какие рамочки работают лучше если они кабину соба это для вы кутри чтобы туда залетать и на всей карте в об текстуре только вот это вот дощечка а у нас ноут наверно заводом ну ладно ну в общем то вот это вот словом и в цпм очень часто было что вот на этой рампочки ловится о и перед просто пролетаешь вот куда-то в стенку а не наверх собственно заставляло проблем я попробую быстро показать как это все должно выглядеть не обязательно прям очень хотя по сути ничего сложного да не взял дальше прыгать чё-то я хотел еще тоже вот тут рассказать что нужно как можно больше вот в этом промежутке набирать скорости при этом не перелететь вот этот бортик он очень часто перелетается а если мало скорости то здесь давал джам плохой но и в итоге все идет друг за другом и надо как бы делать не очень не очень хорошо вот здесь вот набирать скорость в этом промежутке а потом очень хорошо вот здесь набирать это тоже не знаю может ник так на тестил но это тоже доставляло какие-то свои трудности вот так вот подлетаю достаточно высоко но сейчас не стал рисковать и отсюда мы просто резко разворачиваемся и падаем вниз до резко разворачиваемся что тоже не всегда получил полос до сверху и собственно отсюда начинается самое интересное для более опытных игроков здесь сразу вырисовываются несколько вариантов че не для опытных а для более скиловых скиловой не обязательно опытный мы разворачиваемся падаем вниз у нас примерно 700 720 до скорости но мы упали просто с места а там мы разворачиваемся у нас сразу есть скорость скорости да там 400 500 уцов наверно плюс пока ты летишь еще набираешь скатываешься набираешь и в итоге бывало что по 800 уцов здесь выбивалась прыжка чем больше я сколько не пытался меня не получилось под перепрыгнуть вот я к этому и веду что в общем-то жан тестил с читами как я там g-speed он по-моему говорил он вот с этого краешка прыгал со скоростью 800 именно с краешка прыгал со скоростью 800 долетал куда добирая до 85 а прыгал 850 и долетал до туда набирая 870 это мы уже в последний день все смотрели в общем-то реально в реальном прохождении это сделать практически нереально не то что практически но я ни разу не то есть в основном когда так пытаетесь проходить вот такой дорожкой то скорости очень много но перепрыгнуть под вас прям очень не получится ну прям вот я врезался прямо в результате приходится тормозить тормозить как-то не очень хочется пришли приходилось зигзагами как-то все это прыгать и в результате очень неудобно и как-то не очень удачно получить а если слишком много скорости то по итогу все теряешь об эту стену или вообще перелетаешь этот паб получается то есть все бесполезно либо ник так опять же на тесту либо он на на тесту так чтобы этого не получилось он мне кажется это дорожка даже не планировал мне кажется он думал какой-нибудь другой проходить или просто вообще хилок накидал везде и мучитесь сами как проходить ну насчет этого вряд ли конечно зная никого он по-любому рассчитал я случайно там цепь послаживался вместо этого ну восстановление да ты примерно вот так вот мы прыгаем немножко виляя делаем джамп на дабл джамп у нас никак опять же не получается залететь чтобы больше дабл джампа все крышу можно перелететь мне кажется если он положен но на высокой скорости если диагонально еще зацепить то я думаю я думаю можно прямо как нос хорошо заметить если получится еще крауч успеть нажать ну присесть успеть нажать резаться в крышу которая еще до скорости но прямо то есть было много-много мыслей и и по итогу получилось так что это все только мысли это ничего невозможно это все сделать ну был бы мне кажется может кто-нибудь очень сделал ну да то есть тут не та мотивация тоже да во первых чтобы это все выдачивать и грубо говоря прошла то давать до финишной прогеве или у тебя есть еще да я тут в принципе тоже с этим самим прыжком была проблема помимо того что там ловится иногда об первых нужно было как можно более прямо на него залетать чтобы попасть именно в окно это первое второе нужно было как можно больше скорости перед этой рампой чтобы как можно больше скорости естественно было после прыжка третье если у тебя много скорости ты виляешь получается но я грубо говоря 830 до набираю до этого прыжка если я слишком плохо повилял то есть прессинг не получился я просто из-за того что он маленький вот этот падик я просто на него прыгал и улетал туда все очень много так то раз получалось это очень обидно когда ты у тебя все получается потому что дабл джамп тут не самый легкий завернуть тут тоже сделать все хорошо не самый простой как вариант и ты такой прыгаешь прыгаешь и опа просто залетаешь на под пролетаешься либо ты набираешь хорошую скорость слишком под углом на него попадаешь потому что ты тут в любом случае ну примерно вот так вот залетаешь либо ну тут виляешь все равно залетаешь диагонально если слишком диагонально него залетаешь ты попадаешь куда-нибудь подоконник да то есть столько моментов надо было настолько идеально залететь на эту рампочку небольшую собственно от нее строится зависел рекорд рекорд лучше весело много чего добедешь до финиша что ли или ладно он пока отсутствует я попробую как-нибудь его дорожкой пройти я вроде пробовал немного все это проходить мне даже получалось быть зря но подождем я просто пытался твоей дорожкой сейчас пройти у тебя тут другая дружка нет ну сначала другая я ее же кстати не помню потом вот этой же проходил она здесь принципе не такая сложная но надо она не не шибко я тут зря это делаю людям не интересно смотреть все хотят демки дала да 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 потерпит сейчас пусть чуть-чуть еще две минутки на минутку даже ну в общем то вся карта научиться подбирается вот это мига вот это хилка и все и финиш показать больше нечего очень интересно да ну и два решающих момента что я хотел собственно сказать это залет на первую мигу чем ниже тем лучше то есть ты получается ну это очевидно чем ниже тем лучше как быстрее спускаешься вместе все остальное подбираешь и вот этот вот прыжок на рампочке все цпм по крайней мере это были два решающих момента собственности ну и пожалуй двое кажется помню свою дорожку который я на 20 секунд но она медленная чё поделать я брал сначала вот эту хилку 1 то есть я прыгал медленно что ли это что такое без дабл джампа вот я подобрал потом прыгал сюда подбирал вот это вот брал вот это мигом прыгал сюда я говорю я сначала вот такие вот так проходил про вот это мигу потом наверх туда потом а потом я просто стоит миги сейчас я покажу вот отсюда падал туда вниз на вот эту вот рампочку да вот так вот подался уголком и подбирал вот эти оставшиеся и сколько выходил вот 50 лишь хп нет а по времени там 20 или 19 что ли в общем это медленно слушай ну интересно интересный вариант мы тоже с романом вчера последний так скажем последний час там разбирали как еще можно было пройти мы видим что-нибудь да но вот самый такой хороший вариант был бы если бы с миги сразу ты падаешь вот как ты показал туда на мост на это не хватало десяти или пяти хп их собирать я не представляю либо вот туда внутрь бежать либо вот в тот забегать либо я не знаю где еще можно подобрать а если падать место вроде как скорость немножко сохраняется не приходится разворачиваться да но в цепи самое оптимальное мне кажется дорожка была найдена причем я могу похвастать я нашел я сам даже ну то есть все прыгали прыгали тоже это был были первые дни варкапа все прыгали а я просто в спектаторы зашел и летал по ней смотрел чего кого-то здесь есть вообще теоретически строил как-то все можно пройти ну и настроил в итоге не знаю смотреть да в итоге не знаешь кто там у кого дорожку сц 06 начнем с vq3 девятое место хейз россия открыто все готов да 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 play 57 и 7 почти минута собирался проходил он в онлайне но наверх сразу решил через верх вот с этой подбором этой хилки проходить интересный вариант уже уже интересный залез вот туда не не подбирал зачем он не спрыгнул я не понял он промахнулся мне кажется а но он бы я даже не знаю прошел бы хоть нормально один разок ну дать эту тупо правил с грубо говоря в хейз тогда наверно ждем от него в цпм получше даем туда ну вот он как-то 55 даже садра он держит свои фраги без логина напрыгал на 57 и 7 в итоге перебил его нюк 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 на много секунд смотреть play на 15 до секунд нюк вспомню то он отличился на ник самир копия еще первых картах точнее на последний третий своей дорожкой как быстро все пройдено это очень похоже на задуманную ником дорожку но пока что разнообразие очень прям похоже на задуманную дорожку но судя по тому как она здесь все устроено но мне кажется это концовка не очень похоже ну зафейлился чего-то туда-сюда в итоге донес свои 50 прагов с временем 42 и 5 следующее эффект россия тоже проходил онлайн и посмотрим play быстрее на 7 секунд 7 до 7 секунд эффект надеюсь особо не зафейлил ой даже я в чате засветился да он делал дополнительный прыжок внутри кстати судного прыжка там проходится интересно надо посмотреть мои 28 секунд это какое место вот он тоже врезался видим до люковые кутри видимо цепляешь почему-то только 35 секунд ну в целом ну поровнее так скажем чем остальные если у меня было бы 4 ну ладно следующее зуме украина 34 быстрее на секунду смотрим play на быстрее на целую секунду а у меня в три двадцать семь двадцать семь с чем-то 7 6 что ли или 7 сразу вау слушай ну классно так 15 сначала вверх проходим потом уже вниз до 25 тут он берет мигу но получается 45 ему одна хитка остается где он ее возьмет интерес а вот он залетал осталось еще ну слушай 4 это пока единственный человек который прошел ровно без запинки своей дорожкой которую сам придумал который сам нашел красава заяц на дорожку я жму тебе руку 0 следующее winter быстрее на две секунды почти однополченец какой-то классовец сосек там я такой дорожкой тоже кстати в группе проходил да 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 залетал сюда так 15 там наверх еще одно апельсинку через через этот сверху так и 540 нежел на верху не беру а он решил сразу вниз не бегать он решил подойти подобрать да но это получается много следа ну слушай прикольный рекорд да классно дорожка тоже winter молодец отличился киа nex россия тольятти 32 быстрее на две десятых посмотрим play киа nex понимаешь киа nex что творит вообще этот что он же он же он же новичок по сути что-то он дает хромота читали они подчинением побежал начинал с бортика видим так спейсинг был удобнее так сразу падал вниз за пятеркой делал дополнительный джамп идет за мигой в итоге будет 25 здесь достаточно хорошо все прыгает открывает дверь берет так приготавливается можно сказать все передал опять берет еще чили и того 40 и сейчас кстати да ну слушай достаточно быстро до 32 секунды перебил винтера матерого между прочим тут брагера молодец да молодец четвертое место еще бы чуть-чуть ну и как чуть-чуть 4 секунды перебил но микендову что куда опытный хорошо микенда германия посмотрим play он кстати при мне играл сейчас наверное на 4 секунды быстрее он онлайн играл он меня перебил он очень волновался что может ли он вот с одного прыжка в принципе делается в него получилось он даже меня привел чуть-чуть он очень волновался можно ли отправить демку если он не отправлял на старые карты ну наверно можно вот и да надо всем сказать если кто-то задавался таким вопросом можно ребята отправляйте всегда ну и вот она сама наверно быстрая дорожка у меня по-моему по-другому немножко была концовка не помню как что-то там по-другому было ладно 287 это топ-3 поздравляем микенда стопом до следующий топ-2 кет как считается бенга да шопплей посмотрим как я проходил он принцип как раз секунду быстрее да он как раз в этот ликер он хорошо он любит он даже не цеплял стенку на граунд-фреймах пробежал так скажем по теме здесь не очень хорошо очень быстро разворот вот вместо того чтобы приходить прыгал сразу сюда 27 2 быстро очень прохождение блин если бы я прошел нормальный финиш хоть раз я бы 26 делал отвечает у меня очень у меня очень быстро кроме финиша все быстро до 1 декс рассмотреть play 200 побыстрее да он занимает уже на всех компетичных первое место за крайне анга и окей посмотрим что он нам предлагает ну я думаю точно такой же будет ролл просто немножко побыстрее до зацепил стенку на принципе предполагалось начально у них вот этот подъем с миги очень медленно цепил и быстро в принципе финишировал волк еще близите врезался да я бы точно 26 делал если бы у меня получался финиш вот так как я не выкуп лишнику на этот финиш не получался да очень поздравляем да поздравляем декса стоп 1 и переходим к м демкам их у нас 12 штук и начнем с года нафта россия 53 секунды мог бы побыстрее сделать тут же как так 53 секунды рассмотреть play тут да он наверно та же история как и у хейза да он попрыгал тут попрыгал там правый circle собираем первый взял дурочинок так идет в дом еще 5 будет спускаться вниз 15 будет и за мигой наверно нет 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 не идет за него не берет еще 5 от залезает наверх кое-как да перед еще десятку 30 здесь буквально нужно чем вниз 40 еще 5 возьмем 45 наверху интересный вариант мне кажется постарайся он чуть побольше поискал бы хорошую дорожку и можно было намного быстрее сделать может скилл с одной стороны позволь с другой я помню он вроде как нормально играл дорожку прям вообще у ним какая-то странная была а можно было как минимум после подбора желтенькой взять вторую желтенькую и 2 хилки там подобрать задомником вот хорошо следующее место на хулиган быстрее на 20 секунд 20 практически да посмотрим play 32 и 5 это лагучая демка очень зачем связано настройки может интернет ну не интернет а именно дефрага для для интернета вот тоже медленно наверх связал так вот он решил этот как раз красненькой подобрать 36 ну да так принципе неплохо хотя опять же хулиган у тебя есть косяки ты эти косяки видишь почему ты не исправляешь их в следующем прохождении ты мог сделать 29 мне кажется легко а следующее хейз россии 24 но это же лучше чем 57 в квадрате да да посмотреть play прибил хейза на сколько там 6 7 8 секунд получается да или этого крышного цпм он постралась явно получше да у него сразу хорошая дорожка как тут можно заметить о о о о о о о не прыгал ни разу а там клип кстати везде было бы интересно там что-то связать ну да пинс получился сделать намного быстрее пока что значит приз за оригинальность уходит пока хейза за оригинальность server 3x а у него это или 18 плюс или фильм следующий турнир смотри 24 play 23 992 да ну фрейм и несерьезно так что будем считать что 20 и перебил хейза на 700 но это уже not case точно с онлайна взял дорожку насколько могу убивать ну что он заходил турнира по таксу очень интересно интересно дорожка этих и по не хватает интересно как там не знаю не доработал дорожки не доработал торнер давай думай лучше сильнее быстрее следующий dream 17800 наверняка тоже в онлайне как и все смотреть play мне кажется другой дорожка кроме как вот это основное вот так вот так не пройти ну да вот сразу сначала располагает поэтому лучше наверх падает сразу вниз хорошо получился за буржан хорошо соскользнул но мало скорости по итогу набрал в окне почему и получил 17 8 но там очень сложно на самом деле что на это нормально следующий язык юн беларуси play x3 на 0 7 около того там меньше 0 0 7 0 0 7 до тоже прыгал на трубу как разоборот весь этот приземлялся на вилку делал дополнительный прыжок намного больше дорожки на чем dream собственно поэтому скорее всего и он из-за того что он прыжок там делал наверху мне кажется много потерял да 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 то есть он мог бы где-то 17 5 дал 4 условно из-за того что сделал прыжок он потерял много но примерно плюс сделал в окне гипер 17 592 8 пай быстрее на 02 получается почти на 0 2 точно такая же дорожка но все примерно в этом сегменте таймы не будут одинаковые просто когда ножка по уголком на тоже не очень хорошо набрал в окне но тем не менее перебил еще на немножко топ-6 занимает в онлайне и какой топ занимает то 6 3 6 6 да да и шестое 5 место пикачу из сибири буду пикачу должна быть дорожка отличительна насколько я знаю если он не прошел как мы все да я не просто не знаю как можно еще быстрее ну с такой же скоростью пройти ну быстрее вряд ли да но вот он не делал прыжок хорошо проскользил сразу догнала прыгнул хорошо залетел ой как хорошо все сделал у него получилось с этого бортика прям перепрыгнуть до второго окошка да да так и надо у меня не раз не получилось ну ты славить будем смотреть луди быстрее на 02 play швеция представитель кровавый или как это кровавый реально кровавый постоянно что-то хочет этим какой-то читерский заюзать на сегодня не получится он зачем-то забиндил на кнопку прыжка еще и и заняя аптечки не знаю зачем ну да такой так босс он же он же монтер 16 368 у нас до на полке мая быстрее до быстрее на чуть-чуть что еще сказать ну дорожка опталить да вау не один далеком месте он должен сделал но это я думаю это не фактично вообще не а вдруг это быстрее ну не знаю мне кажется это хуже в том плане что ты будешь чаще перелетать эту трубу потому что я ее даже с того дабл жампа перелета очень быстро не получилось пройти до топ-3 кстати у босса у него там кстати меньше лететь до этой трубы и это экономит время мне кажется с этим он там не знаю 0102 мог сэкономить ну кстати да наверно ты прав я не знаю я уже не смогу перри пройти к сожалению хорошо вуди 16 312 перебил его на 005 да и смотрите даже чем меньше на на десятую не нажал play если ты не сказал ну ладно ну ладно я тоже нажал в принципе все быстро заворот отлично получился и прям скорости много так набрал и финиша дал отлично поздравляем вуди со вторым местом что поделать ну возможно вот эта рампа которая была бы поближе она бы решила мирность может быть и source я не знаю к сожалению с какой он рампа прыгал и кто это вообще такой какой-то source но он тоже в играл он в оффлайне дорожку типа не полил он прыгал с этой же рампы как и вуди очень высоко подлетел нормально скорости много и с рампа прям много скорости получила да он за счет скорости с рампу и значит чуть-чуть вытащил может быть вот блин обидно брать сюда ничего делать поздравляем sources топ-1 исходник рубит да вот они все демки я сейчас переключусь как обычно на браузер для меня вот bs вот он браузер вот они здесь принципе все демки и вот общие результаты компетит этого никсомер капа судя по тому как как кто прислал демки вот здесь набор очков кстати расписан поздравляем босса сперн с первым местом cpn он занял какие-то места первое ну в общем рейтинг да где там 4 ли сколько очков дают места так первое 10 второе 9 ну и так далее а получается по очку значит 5 занял 1 5 она по сути 5 там было носу агенка больше всего получилось то есть босса поздравляем с первым местом играл одну карту и пацаны будут на всех картах и они 2 q3 dx занял первое место он прям все три комплексе 3 карта зарулил поздравляем кет три раза второе место занял и киа next и киа next поздравляем новичкам можно сказать с третьим местом топом все карты призывал большой молодец что старался что здесь в принципе можно все демки скачать посмотреть прокомментировать на данный момент авал competition war cup 185 на карте рмен спринги который будет неделю как обычно проходить стрейфик карту присылайте демки будем ждать будем делать обзор потом на следующую карту вот и всем удачи всем спасибо спасибо за просмотр всем удачи всем пока всем пока